Здравствуйте, дорогие зрители! Присядьте на несколько минут и приготовьтесь послушать наши новости о звездах латинского шоу-бизнеса. Мы сегодня познакомим вас с последними горячими сплетнями и вообще со всем тем, что там происходит. Итак, подтвердились слухи о том, что Химена Дуке и Карла Спонца вновь вместе. Химена дала интервью изданию People in Espanol и заявила, что Господь делает свое дело медленно, но верно. Она уверена, что это их судьба быть вместе и что они счастливы. Ну ладно, никто в сущности и не против. Тем более, что такие прыжки являются частью профессии и из-за всех сил пиарят новую новеллу Санта Дьявола, в которой оба снимаются. Хотя мы не удивимся, что когда новелла закончится, они вновь разбегутся. А бывает, что любовь кончается вот так. Так Антонио де ла Руи, бывший друг Шакиры, проиграл все суды против колумбийской певицы. Не удалось ему ни денег получить с бывшей возлюбленной, ни недвижимости оттягнуть. Но он мужик не унывающий и будет подавать в суд не в Лос-Анджелесе, где ему ничего не светит, а в Колумбии или на Багамах, где оба жили долгое время, где в сущности эта недвижимость находится. Его бы энергию да в мирных целях, а может дать ему миллионы, пусть отстанет. Аура Кристина Гейтнер так и разводится с мужем, который вдогонку выдал откровение довольно низкого пошиба. Он сказал, что Аура Кристина одержима сексом, и он ей уже простил 4 измены, а вот пятую, предполагаемую, он же толком вообще-то не знает, предполагаемую измену с партнером по конкурсу «Мексика танцует», он уже не снес. Ну, что мы можем сказать? Может, надо чего-то в консерватории подправить, ну там, я не знаю, к сексологу сходить, Виагрой закинуться, с женой как-то поговорить, чего, собственно говоря, ей не хватает в этом браке. Ну, бог с ними. Лусеро решила, что хватит ей ждать, когда отрастут ее волосы. Она, в общем, обычно волосы носит очень длинными. И поехала в Нью-Йорк, где ей сделают искусственные пряди. Хорошо сидите, да? За 200 тысяч песо. Это примерно 25 тысяч долларов. Ну, мы могли бы еще понять, если бы девушка лысела, но здесь-то вроде все нормально. Хотя, откуда мы знаем? Может быть, там то, что у нее сейчас на голове уже нарощено. Данна Гарсия решила хорошенько отдохнуть после съемок «Кибонута Амор» и поехала в Европу. Сейчас она находится в Италии и оттягивается вовсю. Гуляет, лежит на пляже, ест вкусную итальянскую еду. Ну, вот нам одно интересно. Вот почему она в последнее время на всех фото вот с такими вот вытянутыми в трубочку губами? Думает, что это суперкрасиво, но так это ее кто-то обманул. Мы вообще думаем, что то, что годится для девочки подростка, то не подходит взрослой и зрелой женщине. Тем более такой умницы и красавица, как Данна. Она же не Нинельконда, в конце концов. Лина Сантос, мексиканская актриса, в очередной раз напомнила Араселе о рамболе, по чьей вине распался брак Лины. Она обвинила Араселе в том, что та разрушила ее счастливую семейную жизнь, вторглась, так сказать, в семейные гнездышко и удела мужа. Но сейчас Лина считает, что это даже хорошо, что ее брак закончился вот таким вот фиаско, потому что она теперь окружена кавалерами, их по ее словам четверо, а может и больше. И теперь Лина занята очень интересным процессом. Она выбирает подходящую каллинатуру. В общем, оценивает там по всем параметрам, сравнивает, наверное, записи какие-то ведет. Актер Альберто Гуэрро подтвердил, что между ним и актрисой Зури Вега страстный роман, что они друг другом очень довольны, счастливы, безмерны и так далее и тому подобное. Ну, правда, папа Зури и Гонсало Вега с парнем еще не знакомился. И мы не уверены, что он одобрит эти отношения, потому что наш мальчик, оказывается, ходок. Среди его дам были Людвига Палета, Сесилия Понсе, Клауди Альбарес и Зорайда Гонс. Ну, и там еще пара-тройка неучтенных. Причем, заметьте, все несколько старше его. А папаша Зури крутой, может и в морду, если подумать, что его дочечку крошечку обидели. Вот такие вот новости на сегодня. Ждем вас в следующих программах. И подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних новостей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok